Добрый день, Анатолий Эдуардович. Добрый день. Еще в начале августа, во время проведения Кафеста 2018, вы объявили во всеуслышание о том, что в сентябре начинается строительство в Объединенных Арабских Эмиратах в связи с тем, что местные власти Республики Беларусь отказали в выделении полосы земли под высокоскоростной скайвей. Ну, сентябрь закончился, октябрь на дворе. Расскажите, все ли идет по плану? Да, все идет по плану, по графику. Мы как-то немножко этот момент, ну не то что замолчали или упустили, но, скажем так, притормозили для того, чтобы быть уверенным, что все получается как надо. Не могли бы вы рассказать, когда реально началась подготовка к строительству и само строительство? Все-таки в сентябре или, возможно, даже раньше? Намного раньше, собственно, подготовка к строительству и строительству началась тогда, когда нам выделили землю. Я тут специально записал, чтобы это даты не спутать. Так, какие виды работ мы уже давно осуществляем и фактически стройка идет. Потому что нельзя прийти и одномоментно все построить. Что надо заказать заранее, что надо заказать в другой стране, что надо привезти. Это бетон можно заказать, привезти и насыпать в ямку. А Юнибус так же не сделаешь, и опору так не сделаешь, и анкерную опору так не сделаешь, и рельс не сделаешь, и путевую структуру. Поэтому договор по земле был подписан в апреле этого года. И после этого фактически началась подготовка стройки и стройки. И мы там строим не очередной экотехнопарк, как многие думают. Нет. Потому что проведена большая работа с заказчиками, в том числе в Эмиратах. И у нас десятки предконтрактов, преддоговоров, подписаны соглашения. И все говорят, классно, это нужно, это есть, у вас в Беларуси это есть. Но у нас другие условия, в том числе климатические. У нас соли, все разъедают. У нас пыль, песок, заметают дороги. А у вас же рельса все заметет там. Дорожку качения имеется в виду. Дело должно быть такосьем. Если там будет слой песка, такосьема же не будет. И таких мелочей очень существенных, очень много. Поэтому говорят, нет проблем, мы сейчас и закажем это, ну покажите, что это применимо здесь, в наших условиях. И просто начните работать здесь. И мы вам поверим. Еще только при начале работы. А не когда вы закончите. Потому что вы сделали в Беларуси, сделайте здесь, мы не сомневаемся в этом. И вот эта подготовка, работа, она началась давно. Значит, после подписания договора по земле. Договора о выделении земли. Да, это первый участок 25 гектаров. Это почти, ну это в черте города. Какого я пока не скажу. О причинах я скажу позже. И второй участок, ну на первом участке это будет инновационный центр. Это не тестовые участки. Это инновационный центр SkyWay. Где есть естественные демонстрационные сертификационные участки. Применительно уже к природно-климатическим условиям Эмиратов. И не только их. Это вот, это из климатической зоны. Это тропики. И там же будет производство. Мы, сложно нам привезти машину готовую туда. Мы, юнибайк. Ну, кстати, на картинке там на экране. Маленькая машина. Мы везли на выставку, вот в Дубае в апрель, два месяца. С такими проблемами. На машине везли из Белоруссии в порт. В Прибалтику. Оттуда почему-то, причем это немецкий перевозчик, не мы. Повезли на борже по реке. Река обмелела, боржа села на мель. И мы чувствуем, что мы опаздываем на выставку. Я дал команду снять юнибайк с боржи. Представляете, с реки, где-то там в полях, лесах. Погрузить на машину, привезти в аэропорт. Привезли. Улетел самолет в Париж. А с Парижа перегрузили, и самолет улетел почему-то в Люксембург. Это такая логистика. А с Люксембурга полетел в Дубай. И что, мы так каждую машину будем доставлять туда? А если их будет тысячи? Потому что проектов там много? Так, наверное, там производство должно быть. Поэтому здесь тоже будет и производство. На этой площадке. И наука должна быть. И стенды испытательные. И мы должны отрабатывать эксплуатацию в этих условиях. И у специалистов должны учить. На чем? По бумажкам, по книжкам? Или когда действует объект? Вот учитесь, вот смотрите. Потом там даже у нас будет институт. Который войдет в состав университета. Который будет готовить специалистов для технологии SkyWay. Проектирование, строительство, эксплуатацию. На весь комплекс. На весь жизненный цикл технологии. При этом ясно, что надо для той зоны делать климатической. И даже учить там студентов на английском языке. Они не говорят по-русски. Поэтому это не здесь надо. Это то, что мы сделали экотехнопарк. Это для этой климатической зоны. Это Беларусь, это Россия, это Украина. Там тоже у нас очень много наработок. Тоже десятки. Причем очень серьезных проектов. Все это в работе. Но когда надо время, мы об этом скажем. Сказана мудрость одна в Библии. Хочется рассмешить Бога. Расскажи о своих планах. Я не хочу никого смешить. Более того, когда ты расскажешь о планах, тебе обязательно помешает. У нас очень много противников. Я могу сказать врагов. Потому что мы работаем, я говорил, на кофесте. В самой коррумпированной отрасли. Транспортной. Транспортно-инфраструктурной. Где самая жесткая конкуренция. Там не будут с конкурентом какие-то там нянчатся и так далее. Просто съедят и все. Вы еще говорили и самой консервативной. Да. И консервативной. Но, понимаете, если зайчик поймал, а это Волк поймал зайчика, он не может слушать про зайчика какие-то проблемы, семья там это. Волк хочет кушать, он его съест и все. Вместе с его проблемами. Да, с его проблемами. Особенно все зайчик расскажет, куда он побежал. Да. Где его ловить и где его искать. Понимаете, ну, это конечно аллегория, но тем не менее. А, значит, апрель это получение земли, документов. И первое, что мы хотим сделать, и мы это уже покажем в апреле следующего года. Первая трасса, где мы покажем городскую систему. Очень много у нас заявок на городскую систему. Где будет тропический уникар. Это проявляющая система. Тоже похоже то, что мы сделали здесь, с тремя пролетами. Но в тропическом исполнении и в ВИП исполнении. Это совсем другая машина, чем ту, которую мы сделали раньше. Поэтому вот уникар тропический мы начали проектировать в мае. Сразу после подписания. Потому что это сложнейшая машина. Ее надо вовремя поставить, чтобы начинать испытания, а потом показать его работу в апреле. Проект давно уже сделан, мы уже его изготавливаем. Мы об этом не говорили, а зачем говорить. Но работа полным ходом идет. Изготовление. Сложнейшая машина. Эта машина, она сложнее, допустим, электромобиля Теслы. Вокруг которого столько разговоров. Да? И которые тоже готовили производство годами, кстати. И эти электромобили еще первые сделали в 1836 году. А вот уникар никто не делал до этого. Это новые машины. Мы их с нуля делаем. Так он изготавливается. И через два месяца он будет готов. И мы начнем поставлять ее в Мират. На обкатку и так далее. Испытав сначала здесь. Потом у нас рельс. Свой рельс. Его нет. Такого проката, да? Поэтому мы его заказали в мае. Это раз и не работает. Причем заказали в Австрии. Потому что в Вене. То, что нужно прокат. Только там нужного качества изготовить. Нужной нам стали. Заказ размещен. Оплачен. Давным-давно. И уже прокат готов. Но он опять будет добираться там пару месяцев до Миратов. Поэтому эта работа тоже сделана. Мы показываем и не только дороги, но и зеленые технологии. То, что причем это тот концепт мой. Скайвэй не отнимает ни одного квадратного метра земли. Потом даже инфраструктура. Станция, вокзалы. Мы почву берем. Из-под нее обогащаем гумусом. А там вообще гумуса нет. Там песок. И размещаем на крышу дома. И садим в сад. Так вот, первое здание, которое было построено, это будет наш будущий офис. Это место встреч, переговоров. В том числе подписание контрактов. Это зеленый дом. И он деревянный. Из дерева. С садом на крыше. С садом внутри дома. Так вот, он тоже был заказом. Давным-давно. Оплачен в августе. И сейчас изготовлен. Идет отправки туда на монтаж. Сейчас в ближайшее время будет сделан фундамент. Сети. И он поступит туда, его начнут монтировать. И он будет стоять до нового года. Это разве не работает? Поэтому мы дом строим. Я вовлечаюсь в нашем деревянном доме. Чтобы показать, что можно жить в другом доме. Где другой микроклимат. И оставаясь здоровым. И где, в принципе, кондиционер-то и не нужен. Потому что на крыше почвы. А это слой теплоизоляции. Там растут растения, которые испаряют влагу. Когда мы нам жарко, мы потеем. Испарить влагу. Растения испаряют влагу. И охлаждают и себя. И поверхность. Есть исследование, что. И я сам знаю. Днем выйдешь, там невозможно босиком идти. Потому что сразу ожог будет. 78 градусов может песок нагреться. Но под травой температура 25 градусов. Так если мы охладим сверху. И охладим растения с боков. И дом дышащий деревянный. Так нужны ли в таком количестве кондиционеры? И наверное воздух будет другой. И вот не буду кашлять. И другие. И они же. И они хотят увидеть этот дом. Нам классно. Нам это нужно. Но покажите здесь. У нас же жарко. У нас же там все ведет. И начинают рассказывать, как у них эти небоскробы шатаются. Как они начинают оседать. Как их там корежит. И мосты. И так далее. Вы говорите, покажите нам здесь, что у вас ничего там не будет. Я говорю, не будет. У нас другая конструкция. У нас другие подходы. У нас преднапряженные конструкции. Поэтому это совсем по-другому будет работать. Они говорят, верим. Ну покажите. Вот этот процесс идет. И работа идет. И стройка идет. А не так. Пришел. Воткнул кол. Говорит, все, мы начали строить. А сам. А ничего не произошло. После этого. Ну, наверное, не так надо начинал строительство. Так же? Потом еще раз повторяю. Стройка началась у нас в мае на самом деле. И она продолжается. И первый объект мы покажем в апреле. Совсем скоро. Работающий объект. Поэтому. Тут согласование. И не мы говорим, когда мы покажем. Это нам скажут партнеры. А не мы. Потому что если мы хотим разрушить все это. Потому что партнерские отношения. Мы можем это сделать. Хоть сейчас. Так вот. Ролик снял. Месяц назад. О начале стройки. Я знаю. Но он в мифир не пошел. По вот этим причинам. И пойдет только тогда. Когда нам скажут. Можно. И на это есть причины. Да. Ну, это, наверное, основные вот. Вещи, которые мы там делаем сейчас. Да. Это то, что касается. Вот. От. Городского направления. И. Грузового направления. Где не только вот эта база будет создана. Но и будут. Показаны четыре. Комплекса. Городской. Грузовой. Городской. Городской. Суперлегкий. И с разными типами. Путевой структуры. То есть все типы будут показаны. И провисающие. Это самое первое, что мы покажем. полужесткий. И. А. Фермерно-струдная. Система. Э. В том числе. На. Те нагрузки. Которые мы здесь. Не делали. Мы здесь. В. Беларуси. Сделали более легкие системы. В том числе. Потому, что у нас особо денег много не было. Чтоб делать более дорогие вещи. Да. Подложенную высоту. Занизили. А потом. Из-за этого. Из-за халатности. Трактористов было. Ну. Аварийное столкновение. Не потому, что мы не знаем, что надо высоко строить. Да. Мы это знаем. Ну. Просто. И опоры. И станции. Это же. Анкер на опоре. Ну. Чтобы не идти в такие большие деньги. Входить. Да. Мы это сделали. Там бы надо уже делать как надо. И там будет у нас. Под юнибусом. Самым габаритным. И под юникон там. Под весным. Который будет возить. Сорока футовые. Контейнеры. Шесть с половиной метров. Про свету. Ясно, что он не столкнется ни с какой машиной. Так же. Поэтому. Будет показано. Показаны те варианты системы, которые более востребованы в том регионе. А там, когда нам говорят, какие пассажиропотоки они хотят иметь. В Дубае. В Абу-Даби. В Шарже. В других городах Эмиратов. И в других столицах и городах этого региона. То там. Понимаете. Тридцать тысяч пассажиров в час. Пятьдесят тысяч пассажиров в час. Семьдесят тысяч пассажиров в час. Чтобы понимать, что такое. Это огромный объем перевозок. Взять московское метро. Одно из самых производительных. Они перевозят там до восьми миллионов человек в год. Так. Когда вы переведете на час. Понимая, что метро это триста километров. Где-то примерно. А средняя дальность поездки двадцать километров. То метро московское, метрополитен. Это двадцать пять дорог. А не одна. Потому что едет человек двенадцать всего километров. Потом едет другой пассажир. Это уже новая дорога, да? И когда вы разделите на количество дорог. И придете на час. То это метро двадцать тысяч пассажиров в час. Двадцать пять. А не пятьдесят. То есть надо делать систему более производительной. Даже чем московское метро. В три-четыре раза. Да. И это можно только поездами. А не одиночными. Потому что такие заказы у нас. Поэтому мы должны показать. На большие производительности системы. На большие нагрузки. Когда юнибус будет весить. Не там пять тонн. А пятьдесят тонн. Потому что это сочлененный. Что это поезд. И будет вести не там четырнадцать. Там двадцать человек. А триста. Пятьсот человек. Потому что такая задача стоит. Такие заказы у нас. Когда надо возить сто миллионов тонн камня. Щебня. Там стройка идет. Активная стройка. Все эмираты строятся. А не перелопачивают за год сотни миллионов тонн. Просто щебня. Чтобы делать бетон. Поэтому надо возить опять же большими машинами. Двадцати тридцати тоннниками. А не два, две, три тонны. Такой же опять же заказ. И надо возить контейнеры морские. Которые весят тридцать пять тонн. До тридцати пяти тонн. Которые длину имеет. Сорок футов. Двенадцать метров. Поэтому идиникон спроектирован. Для перевозки контейнеров. И он изготавливается. Зачем об этом говорить? Это тоже начало стройки. Чтоб туда поставить. Показать. И мы уже здесь показываем. Сейчас у нас ближайшее время. Большая делегация. Приедет. Вот на этой неделе. С Эмиратов. Чтоб видеть здесь это все. И производство. И все машины. Которые мы сейчас изготавливаем. И уже это их убеждает. Что мы способны сделать для их условий. Технику. Так вот. Проект. Вот этого. Испытательного центра. Ну. Инновационного центра. СКВ. Мы тоже начали в мае. И это сложнейший проект сделан. Вплоть до сетей. До канализации. Водопроводы. И так далее. Это тоже не мелочь. Дороги. Где мы покажем. Нашу струнную дорогу. Которая будет. Часто спрашивают. А где там ваши взлетно-посадочные полосы. Вот аналог. То есть. Там. Там и заложено даже это. Много чего там заложено. И все это увидят. И заказчики. И наши инвесторы. Наши партнеры. И раньше времени об этом не нужно говорить. Мы не шоумены. А я не Илон Маск. Я инженер. А не шоумен. Так. И. А. Есть еще. Второй участок земли. Который уже. Около двухсот гектаров. Это два квадратных километра. Это. Ну. Примерно Монако. По территории. Чтобы понимать. Эта земля стоит. Только этот участок. По тем рыночным ценам. Которые есть сейчас в мире. В том числе на той территории. Да. Это полтора миллиарда долларов. Нам эту землю дали бесплатно. Чтобы мы там начали строительство. И это проектные работы. Ведутся уже применительно к ним. Показали высокоскоростной скалы. Скорость пятьсот километров в час. С перспективы мы до шестьсот поднимем в час. И показали гиперью. Где скорость будет тысячу двести километров в час. Тысячу двести пятьдесят километров в час. Причем со всеми вариантами прохождения вакуум. Фурвакуумной трубы. Над землей. Под землей. И в воде. Спасибо большое за исчерпывающий ответ. Еще одну интересную тему вы подняли во время своего выступления на экофесте. Это опять же был обозначен октябрь. Точнее стройка сентября. А на октябрь вы говорили назначен обратный выкуп. И произнесли такие интересные слова типа токены и прочее. Не могли бы вы рассказать все-таки состоится или нет? Как раз половина октября миновала. Это все идет по графику, по плану. Это работа ведется и так оно и будет. Но октябрь еще не прошел. И это будет в конце октября. Тут опять же надо спешить и торопиться. Потому что неправильно так. Это очень сложная процедура и достаточно затратная. И обратный выкуп. И криптовалюта уже которая функционирует и с обменом на токены. И даже то. Там много говорят. Да по какой цене там. Одни говорят доллар. Другие там сотая цента. Третьи говорят. Нет. Там 10 центов. Говорят. Да нет. Там не может быть. Там будет не дороже цента. На самом деле это не может быть произвольная цифра. Потому что она должна быть взвешенная. Продуманная. Потому что как Иван Мас там назвал. 420 долларов за акцию. А потом всех обманул. Да. И проблемы возникли в компании. Потеряли столько денег. И нельзя это делать. Тем более раньше времени говорить. Так. И это должно быть не то как хочется инвестору. Я понимаю каждый из них хочет заработать. Да. А то как надо для развития проекта. На данном этапе. Поэтому эти цифры будут озвучены. Тогда когда мы начнем это делать. А до этого идет аналитическая работа. Чтобы понимать правильно как сделать. И не ошибиться. Потому что потом очень трудно будет исправить ошибку. Поэтому у нас это будет в конце месяца. Мы объявим. Уже сделан и личный кабинет. И вся работа для того чтобы это производилось без проблем. Да. Мы дадим время на обдумание месяц. То есть чтобы не принимали решение с горяча. Цельный месяц будет на обдумание. И заявки это будет сразу ему надавать. И на то и на другое. Либо отказаться от того другого. А потом это будет вся произведена вот. Рокировка. Так. Так. Поэтому все идет по графику и по плану. Как я обещал. Анатолий Эдуардович. Спасибо огромное за столь исчерпывающее интервью. Строй SkyWay. Спасай планету.